Этот памятник мог быть вознесенным в небо, высоким, будто устремленная к звездам ракета. Потому что памятник Юрию Кондратюку, он же по рождению Александр Шаргей. И имя это достойно одного ряда с именами Королёва и Циолковского. Советский ученый-изобретатель родился в Полтаве в 1897 году и уже в 17 лет начал работать над проектами межпланетных путешествий. Это он придумал, как использовать гравитационные поля планет для полетов. Это он рассчитал оптимальную траекторию полета к Луне, чем и воспользовались американцы. Использовать для таких экспедиций спускаемые модули – все его же идея Кондратюка. А в 41-м он вступил добровольцем в народное ополчение Москвы и погиб на Болховской земле у деревни Кривцово в феврале 1942 года. Здесь, рядом с высотой, на которой и находится Кривцовский мемориал. Поэтому и памятник, не устремленный в небо, с самого начала строили его, как гранитную стену. Ведь стеной здесь поднимались в бой солдаты. И в стене этой, вроде как, бойницы. Кстати, про строительство. Было это пять лет назад. Почти всю работу сделали поисковики из межрегионального объединения «Костер». Говорят, когда копали яму под фундамент, вдруг нашли останки бойца. Такие это места. Здесь погибло 35 тысяч наших. И кто знает, может и сам Кондратюк смотрел тогда на небо не с мыслями о звездах, а боге. Эту догадку позволим себе, слушая метроном, отбивающий минуту молчания. Еще до возложения цветов, когда был митинг и поздравление с Днем космонавтики, по поводу которого и собрались. Где же еще собираться? Ведь это место, по замечанию Сергея Ветчинникова, самое космическое во всей области. Он велел кланяться Вячеславу Рыбникову, местному краеведу. Была проведена большая работа, которая воплотилась в книге «Тайны гения в обмотке» про Юрия Кондратюка. По заверению Ассоциации космонавтики России, это наиболее полная информация в этой книге. Можно сказать, что там были прорывные моменты, которые были подтверждены документально. Книгу эту дарили победителям районного конкурса детского рисунка, объявленного в честь 12 апреля. Ее, кстати, легко найти по названию и выкачать из интернета, чтобы не ограничиваться лишь справкой из этого сюжета. А за первые места лучших художников награждали кубками, переделанными из гильз, которые поисковики нашли в окрестностях. Еще было зачитано поздравительное письмо от космонавта Сергея Крикалева. Сам он занят. Но на полном серьезе обещает еще прилететь на легкомоторном самолете. Сядет на соседнем поле. Но в письме от него о другом. Мечтая о космосе, мы заставляем себя развиваться и идти вперед. Достигать все новых высот. Доказывая, что для человека нет ничего невозможного. А любые сложности и испытания – это всего лишь путь через тернии к звездам. Потом руководитель поискового объединения «Костер» еще провел экскурсию по территории мемориала. Потом рядом с памятником посадили дубы и сосенки. Так и отметили день космонавтики. А ты, зритель, хотя бы смотрел наверх в этот день, заглядываясь небом. Сергей Быковский, Дмитрий Дергачев, Телеканал Первый областной. Сергей Быковский, Дмитрий Дергачев, Телеканал Первый областной.